Здравствуйте! В эфире своего ТВ новости. Меня зовут Яна Лукошкина. И вот о чем расскажем в этом выпуске. В Новоалександровском округе построили фельдшерский пункт. Отремонтировали две участковые больницы и обновили автомобильный парк. Анастасия Зубрицкая отправилась в медицинский рейд. Горки и качели в центре Ставрополя. И снова люди недовольны. Какие минусы у новой детской площадки? Джамиля Еврагимова разбиралась. Праздник все ближе. В краевом центре зажгли огни на главной елке края. С места событий наша съемочная группа. Теперь точно можно сказать. Новый год на носу. В Ставрополе открыли главную елку края и зажгли на ней праздничные огни. Засиял и весь сказочный лес вокруг, а также арт-объекты. Яркая церемония прошла в конце рабочего дня. Запечатлеть все в деталях мы отправили Никиту Шишкова. Ему слово. Что добавляет праздничного антуража не меньше самих елок, так это зима. Снегопад пришел в Ставрополь как раз вовремя к началу новогоднего сезона. И пускай из-за осадков на дорогах сразу образуются пробки, зато в душе даже у самого закоренелого скептика зашевелилось новогоднее настроение. Настрой на работу, ну не то чтобы есть. Уже хочется нарезать салаты и выбирать подарки. Для города подарок оказался тоже более чем приятный. Зажгли 33 маленьких елки и одну главную зеленую красавицу. Мимо этого сказочного леса пройти будет сложно. Волей-неволей достанешь телефон и сделаешь пару праздничных фотографий. Да, я вчера поставила елку огромную, достала кучу игрушек, снимала всякие истории для подружек. У меня дома 4 гирлянды висит. Уже готовы, только ждем. Считаем дни. Вы из Ханты-Мансийска, правильно? Ханты-Мансийска, национальный округ из Коголыма. У нас тоже такая елка стоит. Ну и вообще, в Ставрополе все краше и краше становится. Кстати, на площади Ленина заработала и почта Деда Мороза. Можно отправить письмо главному новогоднему волшебнику в Великий Устюг и его коллегам помладше в другие города. Ну а для жителей Ставрополя это только первое из праздничных событий. Сел, с городов, с районных центров приезжают, проводят своих ребятишек, чтобы вот здесь, возле этой елочки попраздновать, вспомнить, что-то задумать. Мы должны создать сказку в целом в крае, а в краевой столице это в первую очередь. Ну а естественно, что мы понимаем, что нас ждут определенные будни, все обеспечиваясь, все службы. Кстати, впервые в этом году украсили Комсомольский пруд и за праздничным настроением советуем заглянуть туда тоже. Ну а если частичку этого настроения хочется принести домой, то в крае уже работают больше двухсот елочных базаров. Ну а готовиться к празднику и надеяться на лучшее Никита Шишков и Александр Колодко, Ставропольское телевидение. Не так давно мы рассказывали вам историю о том, что жители одной из улиц Ставрополя недовольны новой детской площадкой под окнами. И вот снова похожая история в краевой столице. У людей вновь претензии к качеству игровой площадки. Объединяет оба этих случая не возмущение жильцов, а недоработки, которых, наверное, можно было избежать. Джамиля Ибрагимова узнала, с чем столкнулись люди и как решить проблему. Как выглядит эта детская площадка на самом деле сейчас особо и непонятно. Все припорошило снегом, но едва он сойдет, то сразу видно, что горки-качели стоят не на прорезиненном покрытии, не на щебенке, а прямо на земле. И это, пожалуй, единственная и главная причина, почему людям она не нравится. Горки с качелями поставили два года назад и с той поры у местных на душе неспокойно. Не нравится покрытие, а точнее его отсутствие. Жители просят нас представить, что здесь будет после дождя или снега. Сплошная жижа, на которой не то что играть, стоять неудобно. Ну а после дождя здесь, кстати, образовываются самые большие лужи, и дети, которые скатаются по этой горке, попадают прямо в такое вот мини-болото. И если ребенку это придется по душе, то вот родители, думаю, вряд ли такое оценят. Весной, осенью постоянно идут дожди, постоянная грязь. Дети здесь находиться не могут. У меня, я вот внучка у меня. Бабушка, пойдем на площадку. Какая площадка? В грязи валятся. Ну вот такие вот у нас проблемы. Жители говорят, площадки рады, не рады полумером. Хочется, чтобы современная игровая зона выглядела современно со всех сторон. Пусть даже речь идет о таких, казалось бы, мелочах, как напольное покрытие. Детки сюда идут, вот футбольное поле сюда. Ну, куда детям? И вот они бегут сюда. Держим, чтобы не попали в грязь. Ну, не дело, в общем-то. Мы благодарны, что сделали вот так. У нас этого не было. Сделали, спасибо. Но, увы, не до конца. Уж надо как-то продумать до конца. В администрации промышленного района Ставрополя рассказали, что все упирается в денежный вопрос. Площадку установили по муниципальной программе. Чтобы добиться изменений, жителям надо попасть в более крупные программы. Выполнить работу по устройству резинового покрытия или, например, как еще можно из отсела сделать основание. Ну, скажем так, для города чуть-чуть это дороговато. То есть это либо вступает жителям в другие программы, такие как комфортная городская среда или местные инициативы. Но там необходимо софинансирование. Интересно, что резиновое покрытие на площадке все-таки есть. Оно находится на маленьком участке под тренажерами. И на него средств, по всей видимости, хватило. Здесь резиновое покрытие. Здесь замечательно. Здесь никаких претензий нет. Здесь, значит, для взрослых сделали. Спасибо. Для деток. Похожую историю мы снимали несколько недель назад. Тоже Ставрополь. Людей не устроило покрытие на площадке. Объединяет оба этих случая не возмущение жителей, а недоработки, которых наверняка можно было бы избежать, если приложить чуть больше средств, а может быть, больше желания. Джамиля Ибрагимова, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Обновленные больницы, современный фельдшерский пункт и комфортные автомобили. В Новоалександровском округе продолжаются работы по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. Анастасия Зубрицкая отправилась в медицинский рейд. Вот мой кабинет. Кабинет стоматолога. Светлана Воронкина проводит экскурсию по отремонтированной амбулатории. Первая остановка – ее кабинет. Здесь стоматологам проработала 25 лет. Теперь доктор с предвкушением ждет рабочие будни в обновленной обстановке. Мы очень-очень рады, что был произведен у нас этот капитальный ремонт, потому что сейчас я не знаю, как мы… Я даже не знаю, как выразить это словами, в каких условиях мы работали до и в каких условиях мы будем работать после. Здание участковой больницы более полувека и капитально его отремонтировали впервые. Обновили кровлю и фасад заменили окнам, привели в порядок внутренние помещения. Основной этап ремонта уже практически завершили. Осталось убрать строительный мусор и завести мебель. Ее, кстати, тоже обещают новую. Это одна из восьми палат. Уже совсем скоро здесь поставят две кровати и две тумбочки и будут ждать первых пациентов. Для удобства пациентов здесь установили пандус. Совсем скоро облагородят территорию. Отремонтировали медучреждения в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. Конечно, здесь производились текущие ремонты. Менялись проводка, водоснабжение, теплоснажение, кровля. Но такого капитального ремонта, чтобы затрагивал и фундамент, и внешний фасад, и внутреннюю отделку всех кабинетов, таких ремонтов в данной участковой больнице не было за весь период. Благодаря этой же программе в Новоалександровском округе отремонтировали Тимешбекскую участковую больницу. А еще построили фельдшерский пункт в хуторе Родионове. Современный модульный фаб взамен существующему, который признан ветхим и к сносу годится только. Данный фаб также будет оснащаться всеми современными оборудованиями и мебелью медицинской по нормам Санпина. Сдача приблизительно в конце этого года. Также в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения в этом году для Новоалександровской районной больницы закупили четыре новых автомобиля. Нравится. Мягко, удобно. А раньше на чем ездили? На УАЗике. На чем удобнее? На этом, конечно. Современные машины приехали на смену старым УАЗикам. Предназначены они для обслуживания амбулаторных пациентов. Анастасия Зубрицкая, Александр Колодко, Ставропольское телевидение. А у меня на этом все. Еще больше информации на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там много интересного. А также отправляйте свои вопросы и обращения на номер 8 928 350 8070. Также мы есть во всех социальных сетях. Для того, чтобы подписаться, нужно навести камеру смартфона на QR-код на экране. А впереди прогноз погоды. Я передаю слово Алексею Форсикову. А с вами прощаюсь. В студии была Яна Лукошкина. До встречи. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на среду 22 декабря. А вот и холода, но спойлер ненадолго. На снег посмотрим и новогоднее настроение потренируем. В Ставрополе в среду днем готовы. Минус 11. Небольшой снег и сильный ветер. Все как мы любим. Ветер, к слову, сильный по всему краю. Вечером в Ставрополе минус 13. Невиномыск. Днем теплее до минус 8. Небольшой снег и тоже сильный ветер. Облачно с прояснениями. Вечером минус 10. В изобильном днем минус 9. Небольшой снег. Вечером те же минус 9. И сильный ветер. Минеральные воды днем пасмурно. Минус 4. Без осадков. Облачно с прояснениями. А вечером минус 6. Перемещаемся на наши снежные курорты Ковминвод. Пятигорск. Днем небольшой снег. Минус 7. Вечером минус 10. Снег продолжится. В Кисловодске весь день похожая погода. Небольшой снег. Воздух днем остынет до минус 9. А вечером и ночью до минус 14. В Весентуках весь день также небольшой снег. И минус 8. Вечером минус 11. Аналогичная погода в Железноводске. Минус 8 днем и небольшой снег. Вечером и ночью минус 12. Восток края. Ветреный, снежный наш. В Ипатова днем небольшой снег и сильный ветер. Минус 8. А вечером и ночью до минус 10. В Дивном похожая погода. Днем небольшой снег. Минус 8. И ветер. А вечером и ночью до минус 10. Теплее в Нефтекумске. Всего минус 4 днем и небольшой снег. Вечером и ночью минус 8. Небольшой снег будет идти введение в Буденновске. Там будет днем минус пять, а вечером и ночью минус девять. На сегодня о погоде все. Увидимся.